Всем салют, с вами я Рома Лиев и... Воу, воу, что это? Это монстр, это боке монстр. Это 105 мм 1.4 силия арт от Sigma. Погнали! Итак, самое первое, что нам бросается в глаза, это его габариты. Мне кажется, Sigma собиралась выпустить какую-то пушку, но случайно выпустила этого зверя. Хотя он и выглядит как пушка, но также и весят как пушка. Вес, это его самый, наверное, главный недостаток. Тяжеловат, тебе не кажется? Тяжесть, это хорошо. Тяжесть, это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке. Хрупким нежным дамам он не подойдет, как и хрупким нежным пацанам. Он весит 1,7 кг, поэтому нужно накачать мышцы, чтобы пользоваться этим объективом. Но плюс этого зверя, перекрывают все его недостатки, связанные с весом. У него 17 элементов в 12 группах. Здесь сложная такая оптическая схема, поэтому он тяжелый. Здесь 3 SLD стекла, 2 FLD стекла и 1 асферическая линза. Благодаря чему у нас нет никаких хроматических аберраций, благодаря специальному фирменному мультипокрытию от Sigma можно снимать против солнца, без каких-либо зайчиков и пересветов. Также для защиты от зайчиков у нас есть вот такая вот блинда, которая делает этот объектив еще громаднее. Таким образом, это реально похоже на пушку. Диаметр резьбы здесь 105 мм, как и фокусное его расстояние. Вы можете посмотреть, он размер просто гигантский. Здесь только один тумблер, это переключатель фокуса. Стаба здесь нету, мне кажется, если был бы стаб, он бы весил бы вообще 2,5 или 3 кг. Также здесь есть такой вот крепеж для штатива, который легко снимается, но я не рекомендую его снимать, поскольку он помогает держать его более устойчиво. Не советую хватать именно за камеру. Многие фотографы любят держать просто камеру. Лучше держать именно за вот эту ручку и камеру просто держать на спуске. Почему? Потому что он может спокойно, мне кажется, оторвать ваш байонет. Также свадебным фотографам и фотографам, любящим всякие разгрузки и ремешки, не советую носить именно на разгрузки. Опять-таки он очень тяжелый и, наверное, может оторвать ваш байонет, поэтому держите его всегда. Или же цепляйте разгрузку именно на этот крепеж для штатива, вкрутку вкручиваете сюда, и тогда он будет надежно у вас держаться, и нет никаких рисков поломать ваш байонет. И самое главное, за что можно полюбить этот объектив, это за его резкость. Он абсолютно точен и очень резкий на 1.4. Не промахивается и дает очень красивый задний план, размытый и красивый бокешечки. Поэтому его и называют Бокемастер, потому что он делает очень красивую картинку. Мне прям сразу понравился результат, как я начал снимать на него. Равки я предоставляю. Я не буду делать всякие тест-шоты на мишенях и так далее. Просто посмотрите равки и убедите сами, насколько приятная картинка. Объектив сделан под всевозможные байонеты, включая L-Mount и E-Mount. Fuji, утритесь. Под Fuji его нету, как и ни одного объектива от Sigma. Но сейчас ходит очень много слухов и спекуляций на эту тему. Якобы Sigma и Fuji договариваются о том, чтобы выпускать объективы под X-Mount. Так что поживем, увидим. А пока у меня все. Если мой обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!